привет всем вот многие спрашивают где крузак где уазик когда же когда же друзья мои на самом деле я не виноват виноваты кто китайцы и америкосы начал китайцы на крузака соответственно я заказал китайские диски алюминиевые и они не пришли то есть прошло уже больше полутора месяцев на но помните когда первая часть вышла его я сразу заказал и они не знаю где вот мне уже вернули деньги я перезаказал новые так что новые скоро придут то же самое касается уаза опять же ждем диски вот но диски конечно нам не только диски нам нужны нам нужно и шины вот шинами тоже беда целая это вообще шины я покупал на мэйне но как бы хотелось качественно да чтобы было вот так что шины должны быть ого-го причем ну на уазик они примерно одинакового размера что на у вас что на крузака но разные производители разные рисунки протектора и все прочее со всеми так сказать вытекающими что ж такое-то готовлю trx сравнительным тест-драйвом и столкнулся с одной проблемкой то что у меня в основном шаськи все либо на футабах либо на спектрами то есть но который китовые в основном да поэтому проблематично их сравнивать если тачка управлять с одной и той же аппаратурой как я их сравню соответственно trx он сейчас перевожу на шестиканальный где-то тут радиолинк моща простота еще вот и будет на нем гонять каналов достаточно причем получается даже лучше чем штатная то есть идет блокировка мостов поочередно но не поочередно как он был до стоки там сначала передний потом задний и все мы не можем там один передний только вот а сейчас можно либо передний либо задний и получается вообще круто так что и бюджет не главное бюджет ней и настроек куча в сравнении с этой трассовским хламом которые у меня то ли бинт потерялся то есть что-то еще вот я на чем стоялся шины шины показываю значит вот это пролайн и по моему это на крузака идут мне кажется да это на крузака блин протектор конечно не такой высокий о вот такой протектор но прикольно должно быть выглядеть особенно на крузаке резина такая мягенькая но не знаю я думал все таки как-то помощнее будет в плане протектора такой слабенький и вот это уже пойдет на блуаза так сказать здесь все попроще шина от fc4 wd со вставками тоже направленный протектор идет но по глубине чуть-чуть мне кажется побольше но вообще микроны не знаю не знаю как покажутся но в принципе они же не монстры бездорожье да но в любом случае должны ехать хорошо поэтому резину я решил брать качественно диски алюминий и все и будет вообще звездка что касается дисков амэйн но ладно здесь даже амэйн ни при чем то есть заказывал резину сразу с дисками на крузака и резина никак не идет не идет не идет не идет диски никак не идут не идут короче вот пришли даже уже там бампер на крузака пришел еще что там шноркель заказывал все уже пришло а вот вот эта вот пара не идет потом получаю звонок с почты мне говорят ваша ваша посылка срочно придите за ней она лежит еще два дня и отправляют назад и это как раз были шины прикиньте короче почта вообще работает они я не знаю как так там все полностью на меня указано все где-то у них там затерялась и пролежала целый месяц посылка а трек на амэйне он кривой и вы не пробить в россии когда заказываешь такие там мелкие посылки большую закажешь то нормально пробьется мелкая нет ну короче вот такая беда поэтому всякие уазы и крузаки они сейчас у меня ждут когда все соберется я уже полностью их могу собрать чтобы не частично на них времени тратить а был полноценно потому что уже бы пора нет нас даже в марте весна еще не пришла у нас морозы даже ночью минус 13 было как-то в конце марта получается весна не торопится но весна уже скоро поэтому нужно готовить тачки для грязи меса плюс решать вопрос управлением аппаратур те которые приходят ртрные я их оставляю на тех же аппаратур на которых они есть если не требуется установка там каких-нибудь допов в плане лебедок на если требуется то но переводим на футабу к примеру вот поэтому в этом плане проблематично когда ты хочешь подвести сравнительные тест-драйвы многих тачек а у тебя всего лишь на две аппаратуры с различными приемниками но теперь у меня четыре аппаратуры у меня два радиолинка и футовой спектр поэтому сейчас завалить можно приемник только успевать плану купать и все и проводить сравнительные тест-драйвы как видите цепи я снимаю потому что сезон цепей уже закончен больше к сожалению ни с чем их не сравнил там тот писал сравнить с гусеницами смысла нету с гусеницами сравнивать гусеницы не едут ну как бы они едут но вы не думаете что тачка на них получается вездеход и она может проехать там где снега вот так вот да то есть опять же перевести в нормальный масштаб то есть один к одному там где гусеницы проедут один к одному там они тут они тоже проедут но мы от тачек требуем нереального чтобы блин они вот так вот в лужу были и чтобы они еще выехали гребли и вообще не не завязали вот поэтому в таком плане все немного сложнее так тебя надо какие колеса то ему штатные а штатные где-то я уж не помню ах ты рыкс все-таки что взять так каризма вышла новая ну не знаю там пару месяцев назад наверное 10 масштабе еще в двенадцатом так что еще скоро заказываю каризму а плюс искал бушный этот ватера blazer все как-то ценники не очень нас на самом деле народ хочет вот поэтому ватеру blazer буду заказывать в кузове форда 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 какого-то форда короче там и в 150 не не в 100 не помню вот бюджетно получается потому что там без аппаратуры сами понимаете не нужна аппаратура и все и поэтому она стоит 340 баксов без аппаратуры но полностью рт верно короче готовая бою 340 баксов за ватеру едущую ватера должна вообще валить вот на атакс рт рт рна ватера 400 стоит на 400 кстати там аппаратура и все вроде больше ничего не добавляется кузов кузов немного другой но еще раз уточню и буду заказывать плюс каризма вроде так больше ничего особо нету но есть там еще фирма цикросс они там начали выходить на ценники тоже не очень-то радуют если там еще несколько комплектации есть с копийным кузовом без копийного кузова еще что-то там ну короче тоже надо подумать я сейчас думаю направленная резина утрx или нет а то я ставлю блин направленный походу вот друзья поэтому многие ждут каких-то квадриков самолетов блин честно говоря погода вообще ужасно сильные ветра даже выезжать трофей вообще не вариант эти как не хочется потому что очень холодно ветер холодный такая блин зимой даже теплее бывает сейчас реально нереально я бы сказал вот так поэтому квадрики будут самолеты будут но все когда потеплее весну дождусь и тогда уже приступим к остальному вот но все равно мой канал больше направлен на тачки в любом случае тачки мне нравится больше всего последнее время трофейки вот надо все затестить ни одной не осталось не тестены так друзья мои ждите крузака ждите блуаза ждите трофе ждите квадрики самолеты и все что вы хотите ждите много радости ждите и веселье здоровье много ждите и просто благополучия всем пока забыл показать вам новый кузов вот такой вот кузовок оторвал хаммера вот я просто так поставил вы не думаете я ничего еще я даже не знаю на какую шасси выставить пока не думал база вроде должна совпадать 313 где-то быть плюс минус да вот rx по моему чуть больше база вот так что на какую-то шасси поставлю хаммера будет хаммер против уаза против крузака посмотрим кто кого порвет но вот честно говоря я бы купил бы бушную аксиаловскую вторую шасси второго аксиала но что-то не могу найти нигде по нормальной цене скажем так да и тогда бы на нее поставила можно на мстх тогда будет просто хаммер слишком слишком уж крутой можно конечно на trx купить китово trx и уже установить вот там салон есть даже прикиньте кпп-шечка или а кп-шечка точнее ух ты даже люк есть что-то не заметил сразу-то вообще круто помыть только надо его вот такой пришел план помоем есть некоторые недоработки но ничего можно и без них можно сделать боевой хаммер и хаммер ржавый я думаю будет реалистично как в жизни